всем привет меня зовут алена и вы на канале караколь стич сегодня интересное видео видео о готовой работе сон бабочек или мечты бабочек от dimensions это дизайн сделан дженнифер бринли я потом вам обязательно попозже в этом же видео я расскажу про нее и мы посмотрим дальше фотографии даже я вставлю у нее интересный дизайн и все в таком графическом виде но мне нравится неважно сейчас не об этом я уже 25 раз рассказывала про эту работу работа шикарная 13 на 18 у меня получилось чуть чуть поменьше я меняла канву 14 на равномерку сейчас показываю работу я ее только закончила еще не стирала спялец не снимала сейчас я хочу поставить листик вот здесь чтобы не просвечивался я как всегда что-то не не подготовилась как положено смотрите я меняла вы видите вот на такой красивый салатовый цвет я вообще в восторге от этого цвета от этой основы как это основа играет здесь на этом дизайне вы посмотрите как хорошо вообще сочетается как будто зеленая полянка такой солнечный день хоть солнышка тут и нету но все такое ярко все такое воздушное хотя можно сказать что вот это солнышко почему бы и нет правда же смотрите я естественно делала здесь свои свои фишки я добавила бисер вот в эти цветочки буквально по одной ягодке я добавила бисер вот в эти серединочки не все три цвета всего два оранжевый не стала добавлять и я сделала бисер на вот в этих крылышках краешки да потому что здесь должны были быть французики то есть вот принцип такой же но я не захотела французики а и вот здесь еще я поставил то тоже бисеринки которые тоже по дизайну должны были быть французиками ну вы же понимаете что я никак не могла лишить себя удовольствие не использовать в этом дизайне хоть чуть-чуть но бисера я же люблю его везде добавлять более того я люблю добавлять везде металлизированную нитку тоже девочки более того посмотрите я даже подобрала ниточки блестящие они у меня были вы не думайте что их у меня не было я же все про про зондировала по сусекам поскребла я все нашла но потом подумала что в принципе будет наверное за много понимаете решила что все таки я оставлю так как есть но добавлю просто чуть-чуть бисера все таки это не новогодний такой сюжет чтобы мне столько добавлять блеска хотя может быть в крылышке бабочки было бы и неплохо добавить правильно но раз уж я не добавила то что теперь говорить мне кажется что и так очень красиво эта основа замечательно сочетается я очень рада что я выбрала именно эту основу как-то у меня когда я взяла в руки этот сюжет эта основа просто сама легла на этот сюжет и я очень довольна сейчас давайте я вам немножко расскажу про дженнифер брилли и мы посмотрим немножечко ее работа вы знаете что я люблю всегда ковыряться и узнавать что-то новое о сюжетах о дизайнерах именно тех работ которые я вышиваю и так дженнифер брилли это художница которая рисует гуашью и акварелью училась дженнифер в студии искусств калифорнийского университета в санта-барбаре а до этого она училась также архитектуре и дизайну и если вы присмотритесь на вот эти шикарные работы то вы заметите что в ее работах часто присутствует архитектурные пропорции и каноны и я вам кстати сразу еще даже не читая про нее сказала что я чувствую вот эту какую-то графичность какие-то вот стиль ее очень заметен ее творчество это как пестрый ковер сюжет и и картин вы посмотрите какие они яркие и они декоративны очень много ее работ используется сейчас в домашнем декоре в дизайне в интерьере и вы знаете они сейчас очень популярны и я заметила даже у нас есть постеры такие вот и йода постеры есть тарелки есть вот эти русалки они у нас на стаканах я даже не знала что это ее работы до на подушках и я только после того как заинтересовалась вот кто она такая это художница и я когда заходила в магазины я стал узнавать ее стиль то есть раньше я как-то не присматривался я думала что думаю что каждый из вас наверняка видел что-то подобное но никто даже не задумывался правильно кто художник и так далее например посуду вот такую с поварами я точно видела но не подобного но такого стиля то есть я думаю что точно это ее работа вот такая подборка аля жизнь прекрасно да почему бы не оформить комнату молодой девушки такими постерами или там подушки какие-то вышивки до жизнь прекрасно почему нет на фоне или лондонского биг бена или там с кружкой горячего шоколада или на пальмах на пляже под пальмами или павлина вот этот смотрите второй павлин мне кажется вообще вот это по моему тоже была разработку dimensions или я ошибаюсь мне кажется что я видела но естественно как же без наших всеми любимых совушек и птичек всевозможных совушкам кстати у нее тоже посвящено вообще очень очень много работ и совушки есть и зимние летние весенние осенние и какие угодно и форме и баннеров и форме подушек всевозможный декор текстиль на окнах в общем покрывала я когда стала смотреть посуда я обалдела но посмотрите какие шикарные зимние совушки да они вроде бы все разные но в то же время узнаваемый стиль вы посмотрите вот на эти цветы на эти снежинки да на эти глазенки но я бы с удовольствием вот вышла бы еще какую-то такую зимнюю совушку например вы посмотрите какая красивая и очень необычная так что дженнифер бринли сейчас одна из самых востребованных дизайнеров интерьера художница по интерьеру видите и вот пожалуйста новогодний тоже декор почему бы нет очень интересно мне понравилось ее творчество я бы еще что-то вышила так все про дизайнера вам показала рассказала что вам больше понравилось мне вот эти совушки понравились вообще классная и да мне все понравилось на самом деле классная работа и если честно я искала еще ее разработки вот именно вышивки но я почему-то не нашла но если кто-то вдруг увидит найдет то дайте мне знать потому что мне такого плана работа очень нравится так теперь давайте по техническим данным пройдемся да я вам не сказала ли сказала до 17 с половиной на 12 и 7 так как это не гол петит это простая серия маленькая она идет не на 18 на 14 конве но цвет такой же либо слоновая кость либо айвори кто как переводит по-разному здесь написано слоновая кость на вообще это айвори так в работе использовалась сейчас мы посмотрим сколько цветов использовалась раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять один двина тринадцать четырнадцать четырнадцать цветов девочки нитки обалденно длинные больше метра больше метра не так осталось на второй отшив сто процентов я не знаю может быть когда-то я сохраню может быть когда-то кому-то нужен будет подарок или что-то такой быстренько вышить потому что я вышивала кстати вам тоже не сказала я вышивала потратила девочки сейчас я гляну я забыла сколько дней взяла свой блокнотик восемь дней я потратила то есть по большому счету если нужен кому-то подарок и кто-то захочет вот быстренько вышить то в дня три-четыре можно смело уложиться может быть даже в два дня вышивать нечего настолько хорошо проработанная схема настолько все легко идет что ну как песня девочки так по техническим данным еще использовался крест в две нити так два бленда бэк и французские узелки но французские узелки я не крутила я крутила бисер смотрите давайте я вам вот так покажу может быть вам будет видно вот здесь бисеринки вот так вот здесь бисеринки видите на крылышках и вот здесь в серединке где желтенькие вот так еще вот насчет бабочки насчет бисера крылышках вот здесь да я подбирала и белый и прозрачный и даже с пайетками хотела да то есть мне интересно было посмотреть как будет выглядеть прикладывала фотографировала издалека смотрела мне понравился на фотографии белый белый бисер вы знаете хорошо выглядит но он немножко кусался с другими то есть он выделялся бросался в глаза я так решила что нет я не хочу что да он выглядит шикарно он выглядит хорошо но это супер на фотке а когда ты смотришь немножечко так выделяется это было еще связано с тем что вот здесь вот эти бисерин очки они такие прозрачные они как капельки белый он был такой как матовый белый да ну не совсем матовый но все таки в итоге я поставила вот этот вот прозрачный и пришивала его просто белой ниточкой чтобы он был немножечко такой поярче мне кажется хорошо получилось правда я не знаю девчонки напишите мне не знаю как буду оформлять буду стирать тогда когда уже дело подойдет к оформлению пока не знаю как буду оформлять я хотела что-то прикладной но теперь мне так нравится как это выглядит что мне даже в прикладной уже и жалко понимаете может быть какую-то подушечку такую но у меня у меня нету столовку да вот это весь декор ставить у меня нету этого да мне другой раз хочется но я могу только подушки на диван на кровать на стулья вот такого плана а такие малюсенькие подушечки мне точно некуда а стен у меня вон здесь на террасе и гвоздей всяких полно куда я могу повесить поэтому скорее всего что я наверное присмотрю какую-нибудь рамочку куплю рамочку и буду оформлять в рамочку размер этот стандартный поэтому рамочку такую тринадцать на восемнадцать купить можно для фотографии единственно надо посмотреть чтобы она была красива и подходила по цвету вот и все правильно больше ничего все девочки поделилась с вами насчет ниток я сказала да что ниток достаточно надо мне их немножко тут расчесать я в такие косички их заплетала но не до конца немножко да потому что но они такие длинные они у меня путались и чтобы они более-менее в приличном виде оставались я их заплела в косички но я хочу сейчас их переплести сделать одну большую косу потому что когда я храню если маленькие косички потом нитки все кучерявые я не люблю такие да вот поэтому я либо просто их распущу и скорее всего вот так намотаю и уберу или сделаю одну просто косичку чтобы все таки нитки как то более-менее в приличном виде были потому что кучерявые не люблю потом хотя я пользуюсь конвенционером ладно все все девочки какая красота получилась вам нравится понравилось вообще супер я кстати не видела ни одного отшива этой работы ни одного на ютубе вообще никого не видела чтобы кто-то ее вышивал все всем спасибо за внимание спасибо что вы со мной кому понравилось ставьте пальчики вверх пишите комментарии переходите на дзен подписывайтесь на дзене и всем мирного неба над головой и пока-пока